Всем привет! Меня зовут Александр. И в ассортименте магазина Мир Автокресел появилась новиночка от компании Ricara. Модель называется Guardia. Эта люлька интересна тем... Ну, во-первых, это Ricara. Это у нас премиум сегмент. В любом случае, это очень хорошая люлька. Она не может быть нехорошей. Вот. А в первую очередь, она интересна тем, что заработала очень хорошие оценки по безопасности на Адаке в 2017 году. Ее тестили как креплением базы с базой из FX, так и без нее. Ссылку на характеристики и результаты на краш-тесты на сайт Мир Автокресел я добавлю в описании. Кому интересно, пройдите, посмотрите. Сегодня мы с вами ее изучим. Покажу, как она у нас ставится на базу, как без базы, что она из себя представляет, внутреннее убранство. Так что давайте изучать. Собственно, вот сейчас вы видите, как она стоит на базе. Она уже установлена на базу. На базу крепление это вообще что-то идеальное, на мой взгляд. Без заморочек у вас, как говорится, возможность неправильно установить, связана к нулю, потому что здесь невозможно ее постоять неправильно. Защелкнули и в путь. Тем более на самой базе полностью каждый шаг продублирован индикаторами. Красный, зеленый. Зеленый, значит, все стоит ровно. Так, вот, собственно, как выглядит база. Сейчас с конца начнем, с крепления. Вот, это база, повторюсь, продается она отдельно. Ставится и крепится к автомобилю она тоже очень простым способом. Вот что это такое. Вот, это жесткое крепление к кузову. Поэтому вещь полезная, не экономьте, покупайте, потому что так безопаснее и удобнее крепить, в конце концов, автомобиль. Вот, как это выглядит. Здесь спереди четыре индикатора. Как вот, если будет застегнули на Isofix, зелененькое. Упор в пол ставили, зелененькое. Люлька правильно встала, еще одна зелененькая индикация будет оповещать вас об этом. Все, упор в пол сделали, поставили базу. Берем люльку. Берем люлечку, пришли в машину. Все, загорелась зеленая индикация. Все, мы поставили люльку. Вот так мы крепим ее с помощью базы. Так, теперь давайте немножечко о люлечке поговорим, а в конце покажу, как ее крепить ремнем. Так, что касается внутреннего убранства в люльке, здесь у нас появился очень хороший анатомический вкладыш. Мы все пару раз успели померить ребеночка. В ней очень классное положение ребенка. Действительно, очень удобно. Прям вот, ребенок как в лито сидит. Действительно, зачет. Так, и у нас также подголовник. Со встроенными накладками на ремень. Очень удобный. Действительно, вот посадка ребенка тут как в коконе. Тут ребенок сел. Отлично просто. Так, давайте теперь, я ее сейчас разверну. Покажу вам ее в целом, что она из себя представляет. Вот так вам будет виднее. Вот. Для крепежа ребенка используется трехточечная система. Ремня защелкнули, натянули по ребенку. Все отлично. Вот видите, какой кокон, ребеночек прям зафиксирован. Классно. Так, что касается регулировки по высоте ремней, здесь тоже все продумано с помощью вот такой вот регулировки. Все сделано. Ничего не нужно перекидывать, разбирать. Просто отрегулировали и в путь. Так, козырек, кстати, немаловажная вещь. Кто-то пренебрегает, нафига, не нафига. В общем, эта вещь нужная. Даже если у вас тонированный автомобиль. В Питере, по крайней мере, зимой, осенью, все времена переходные года, солнце низко. И солнце лупит. Поэтому вот эта вещь просто супер вещь, удобная. И удобно тем, что он очень плотный, не просвечивает и глубокий. Хорошо закрывает ребеночка. Вон там будете спокойно отдыхать. Так, это что касается люльки. По материалам в люльке все более чем прекрасно. Материалы очень приятные и тактильно. Имеют гипоаллергенный состав. В общем, с тканями все отлично. Так, давай теперь я сейчас уберу базу и мы поставим ее на ремень. Но все же берите с базой, потому что проще. Правильнее крепеж не экономьте. Действительно рекомендуем. Так, ставим теперь с ремнем. Что нам для этого нужно? Нужно у нас поставить люльку. берем ремень полностью до конца, вытягиваем до конца. Потом прокидываем его сверху. Нижний ремень пропускаем через вот эти вот направляющие. Ремень пропускаем, берем, защелкиваем, защелкиваем, поднатянули. И дальше уже ремень пропускаем через специальный направляющий. Вот вам отсюда видно, вот направляющий для ремня. Она сейчас криво. После этого берем и вот так хорошенечко натягиваем. Все. Вот сейчас она у нас стоит как вкопанная. Но перед каждой поездкой проделывайте эту манипуляцию с натяжением ремня, и она будет стоять хорошо. Единственное, что порекомендую вам, докупить маленький такой аксессуар. Это вот такой круглый длинный валик, который нужно будет вот в это место вставить, чтобы она не съезжала вниз. Для такой более плотного крепежа. Вот. Собственно, ручка, козырек. Все. Можно ехать в путь. База Isofix реально упрощает. Защелкнули, поехали дальше. Вот. Тем более, эту базу можно в дальнейшем оставить и докупить на нее просто первую группу. Это удобно. Так. Снимается это все тоже элементарно. Сначала отстегиваем. Освобождается ремень. Просовываем вот сюда. Все. Едем дальше. Вот. Собственно, вот такая вот у Ricara получилась люлька. На мой взгляд, огонь люлечка. Просто огонь. Ricara'овские люльки мне всегда нравились. Четкая, правильная посадка. Шикарная фиксация. Ребенок вырастает. Убираем все вкладыши. Вообще, позиционируется эта люлька как до 13 килограмм. Это где-то 15 месяцев. Ну, как показывает практика, дети в этом возрасте уже не помещаются сюда. Ну, до годика приблизительно вы доездите, а потом уже смело выбираете следующее кресло, которое с 9 месяцев уже можно использовать. В общем, вполне себе вариант. Вот, собственно, и все, что хотел вам рассказать. Могу смело рекомендовать вам люльку Ricara. Мне они нравятся. Они безопасны, удобные, не стыдные люльки, в конце концов. Продать на вторичке очень легко. Этот бренд очень ценится. Вот. Собственно, как вариант для рассмотрения рекомендую. Выбор, как всегда, за вами. И если этот ролик вам был полезен, интересен, ставьте, пожалуйста, лайки. Подписывайтесь на канал. Это мне помогает. Я делаю для вас больше обзоров. И спасибо миру автокресел за то, что предоставил на обзор нам эту замечательную люльку Ricara. А вам хочу пожелать хорошего, грамотного выбора автолюльки для вашего новорожденного ребенка. И удачи. До свидания.